Всем привет! У нас сегодня новый видеообзор и как вы можете видеть, в этот раз мы будем рассматривать набор от компании CSM. Это Romfeld Panzerwagen в 35 масштабе. Очень даже необычный такой, скажем так, автомобиль. И в принципе сама компания относительно молода, поэтому интересно посмотреть, что же дается в наборе, чем он интересен и почему его стоит как бы собрать в нынешнем карантине, скажем так. Итак, сама коробка невелика относительно для 35 масштаба. На боксарте вы собственно можете видеть сам автомобиль. Это бронированный автомобиль времен Первую мировую, еще раз напомню. И в принципе вот эти вот открытые двери люки намекают то, что внутри будет проработка, но мы рассмотрим это все в пластике. Вот вы можете видеть сравнение с моей рукой размеров коробки. На одной из сторон вот можно видеть варианты окраски. Я надеюсь их более чем два. Далее с другой стороны идут советы по безопасности и в принципе описание, что уже спрятано внутри. На четырех языках написано, поэтому думаю наверняка найдете что-то подходящее. Ну, опять же, если вы захотите это читать, как говорится. Но самой информации о наборе нет, никакого количества деталей, ничего не описано, поэтому мы сейчас все откроем. Коробка с верхней загрузкой, как вы можете видеть. И рассмотрим все поближе. Здесь вот опять напоминание, что это набор ромфеля. И уже сам автомобиль показан в профиле. Набор, кстати, номер набора 35002, если вы вдруг задумаетесь, где же его найти. И сейчас мы откроем эту коробку. Но в принципе сама коробка должна все сохранить в порядке. Кстати, вот инструкция, очень даже интересно. Литники уложены в отдельные пакеты, поэтому мы сейчас будем все разрезать, смотреть, потому что пакеты запаяны. И по-другому это никак не сделать. Но сама модель, сама, кстати, компания, тоже производитель. Они присутствовали в Нюрнберге на шпильваренмессе. И в принципе собранная моделька вот этого ромфеля смотрелась очень даже красиво на уровне нынешних, скажем так, конкурентов. Хотя сам ромфель, насколько я помню, никто особенно не выпускает, тем более в 35-м масштабе. Поэтому здесь у них даже конкурентов особо нет. И в принципе это одно из достоинств этого набора. Думаю, многих этим он как раз и заинтересует. Итак, у нас здесь в пакете, как вы заметили, была пара литников. Но они абсолютно одинаковые, поэтому мы рассмотрим только один. Здесь у нас идут детали двигателя, колеса. Вот, собственно, колеса большие. И уже похвально то, что колеса из пластика, а не какой-нибудь там винил. И в принципе двигатель, то, что в комплекте, это тоже очень даже круто. То есть можно будет открыть капот, показать его и поиграться с везерингом и окраской. Качество литья выглядит неплохо. В принципе, точки крепления питателей тоже тонкие. И вот есть немного следов от толкателей. Придется, конечно, их отрезать, зашлифовать в некоторых местах. Но я думаю, это не прям серьезная проблема. Тем более, если вы собираетесь делать потрепанную модель, то это даже никаких проблем не составит. Но и внешняя проработка вот на колесах вы можете видеть поближе. В принципе, то, что вижу на первой рамке, мне нравится. Сейчас посмотрим, что будет на второй. Ну, вот здесь вот, кстати, прозрачный литник нашел. Он в отдельном пакете, что тоже очень хорошо. Не поцарапается, ничего не повредится. И здесь у нас идут красивые линзы для фар. Кстати, обратите внимание, что они отлиты, как я понял, вместе с корпусом. То есть здесь придется маскировать все своими руками. Не очень обычное решение, конечно. Но вот эта вот имитация ламп внутри очень даже похвальная. Смотрится интересно, конечно. И не все производители заморачиваются, к сожалению, вот такими вот особенностями. А здесь решили их скопировать, попытаться сразу из коробки. Но мы еще посмотрим в инструкции, как же все-таки будет корпус фара крашен. Потому что, может быть, все не так просто, как я думаю. Далее еще один вот пакет. Здесь у нас очень много тонких деталей почему-то. Сейчас мы его аккуратно откроем. И посмотрим на него поближе. Итак, что же у нас здесь? Здесь у нас вот такой вот микс деталей. То есть есть и листовые рессоры, есть вот и крышка багажника, есть и детали двигателя. Кстати, вот для фар корпуса, то есть не нужно будет ничего маскировать сзади. Вернее, спереди аккуратно, то вы просто вставляете сюда и получится уже нужная, скажем так, конструкция. И, кстати, может быть, даже можно обойтись вообще без масок ставить эти детали потом. Но посмотрим, как эта конструкция организована. Здесь вот здесь идут детали двигателя. Отдельные створки капота и кузова. И, в принципе, опять качество литья смотрится неплохо. И никаких нареканий нет. Разумеется, вот эту вот переднюю маску с фарами и с корпусами фар нужно будет очень аккуратно отделить от рамки. Потому что иначе можно просто поломать эти тонкие детали и потом уже придется попотеть, чтобы все починить. Далее у нас следует... Сейчас вот откроем. Еще одна рамка примерно таких же размеров. Здесь у нас идут уже кузовные детали, а также немного внутрянки. То есть вот эти вот навесные оборудования для двигателя. И, в принципе, можно даже приблизить, сейчас посмотреть все поближе. Есть элементы управления, которые разместятся в кабине, разумеется. Также есть вот и пулеметы еще. И что далее у нас идет? Вот эти различные рычаги. Есть немного облоя на некоторых деталях. Например, вот вы можете видеть на вентиляторе радиатора. Но все это решаемо острым ножом. И обратите внимание на вот эти детали кузова. В принципе, модель, на удивление, невелика. Я ожидал, что она будет побольше. Ну, а с другой стороны, это автомобиль времен Первой мировой. Что еще можно ожидать, скажем так? Итак, еще одна рамка. Сейчас мы ее откроем. Примерно тот же самый процесс. В принципе, очень даже интересно, как себе резко вспомнили о Первой мировой тематике. Так как много там было интересной техники необычной. И все больше и больше производителей начинает выпускать что-то толковое. Здесь вот у нас идут панели кузова боковые. Верхние панели тоже. Также и моторного отсека вот здесь вот с отдельными люками. И, в принципе, рама. Обратите внимание, отлита сразу одну деталь. Что очень даже удивляет. То есть, вам просто отделить эту деталь, и она уже готова для сборки. И, в принципе, панели вот с ними придется поаккуратничать, чтобы получить правильную стыковку. С другой стороны, вот вы можете видеть, у нас не особенно проработка здесь идет. Ну, и, в принципе-то, я сомневаюсь, что ее будет очень хорошо видно, что там внутри. Поэтому здесь уже все зависит от вас. Неплохой простор для скрэтч-билдинга, так называемый, скажем так. Далее у нас в пакете декали выложены. И, в принципе, количество литников, честно говоря, меня удивляет. Немного их литников, но при этом сама проработка автомобиля от этого не пострадала. Лист с декалями отпечатан в картографе. Здесь у нас немецкие кресты. Я думаю, некоторые моделисты наверняка заморочатся и попробуют скопировать это все своими силами при помощи масок. Получится даже более реалистичный результат. Но качество печати хорошее, поэтому для из коробки этого более чем достаточно. И некоторые моделисты просто не будут заморачиваться и возьмут вот такой вариант. Ну, как обычно. Есть несколько вариантов, скажем так. Инструкция. Вот в плане инструкции, конечно, меня здесь приятно удивили. Потому что, видите, она выполнена в виде вот такой вот брошюры тех времен. Он напоминает аналогичный дизайн у Зоу Кеймура, который тоже старается сделать вот такой, придать вид старой брошюры. И здесь вот еще на первых страницах нас встречает историческая заметка, которая пояснит о конструкции автомобиля. Также много фотографий и чертежей, что тоже очень даже круто. Далее идет вот карта деталей. И затем у нас уже начинается сборка. При этом сборка показана не просто схематически, а при помощи 3D изображений объемных. То есть более наглядно, более понятно. И, в принципе, очень даже похвальный такой дизайн, стиль изложения. Мне очень нравится. И надеюсь, что они будут его использовать и далее. Потому что, ну, по сравнению, например, с некоторыми китайскими производителями, которые просто рисуют много черточек. А потом угадай, что где. Здесь вот у нас, вот вы можете видеть, все довольно-таки понятно, наглядно. И, кстати, вот двигатель устанавливается на место и затем закрывается уже кузовными панелями. Ну, как я уже сказал, со стыковкой здесь придется попотеть, потому что очень много панелей нужно совместить вместе. И я, честно говоря, очень сомневаюсь, что это будет вот так вот просто на раз. Оп, и готово. Поэтому будьте аккуратны и внимательны с вот этими вот деталями. Далее идет вот решетка радиатора. И затем мы собираем уже фары. Но фары еще не ставятся, я так понял. Затем продолжается вот эта вот основа башни, мосты, листовые рессоры идут на место. Затем мы устанавливаем нижние бронелисты, которые будут защищать, собственно, коробку передач. И затем уже идут колеса. В принципе, мне вот что нравится, то что еще идет и цветовая сегментация. То есть детали еще как-то обособляются вот этим вот синим цветом, что позволяет как бы видеть, что куда идет. Тоже неплохое такое решение. И, кстати, вот есть еще иллюстрация, которая объясняет, что за пулеметы были внутри. Тоже очень прикольно, скажем так. Ну, скажем так, разбавляет скучную атмосферу инструкции вот этими вот врезками, которые позволяют понять, что, где и почему. И мне такой формат лично нравится. Кстати, обратите внимание, то что фары, в принципе, не просто линзы вставляются в маску. Поэтому, я думаю, можно покрасить сначала корпуса, затем покрасить все серебряным цветом внутри и вставить прозрачные детали. Вот вы можете видеть варианты окраски. Все-таки два варианта окраски. И, в принципе, кстати, вот шаблоны для масок есть сразу в инструкции. То есть, если вы захотите все покрасить своими руками, то просто вырезайте маски по вот этим шаблонам и будет готово. Вот это очень даже хорошо. За это отдельный плюс, я считаю. Пора бы уже и другим производителям вот это перенять и начать делать точно такой же, скажем так, бонус в инструкции. Ну и, в принципе, это все. Модель из Латвии, как написано. CSM, компания, они оттуда. Итак, набор уже доступен в продаже. И, насколько я помню, цена довольно разумная. Поэтому, если вы хотите собрать что-то из времен Первой и Мировой, то вот это вот явно хороший кандидат. Тем более, в 35-м масштабе просто добавить фигурок и уже получится интересная сцена, учитывая, что здесь есть внутрянка. Комментарии пишите ниже по поводу вот этого всего. Если видео понравилось, то обязательно нажимайте кнопку лайк и подписывайтесь на наш канал. Ну и, разумеется, увидимся в следующем видеообзоре, как обычно. Спасибо за просмотр и пока.